Свой Александр Соболев, бомбардир крыльев советов, теперь может вырасти и в Самаре. Самородок нашли в 124-й школе. Пока Никита Лазарев играет за детский клуб «Виктория», надеется попасть в основной состав «Крылышек». Говорит, чем больше игровой практики, тем больше шансов, что сбудется мечта. Поэтому параллельно выступает и за школьную команду. Учитель все время устраивает какие-то игры с разными школами, турниры между классами. В этом году в 124-й школе открылась новая универсальная площадка. На ней можно играть и в хоккей, и в футбол, рассказала директор Татьяна Железникова. Днем на спортплощадке проходят уроки физкультуры, после занятий разворачиваются спортивные баталии. Мальчишки и девчонки делятся на команды и устраивают блиц-турниры. Площадку построили летом по нацпроекту «Демография. Спорт. Норма жизни». Она доступна не только для учащихся этой школы, но и для всех жителей района. Когда не проходят спортивные занятия школьников, площадка свободна для посещения жителей. В обычное время она закрыта, но любой желающий может прийти в школу, взять ключ от площадки и заниматься самостоятельно, либо взрослой со своими детьми, либо дети самостоятельно. Спортивная площадка стандартная – 60 на 30 метров. А значит, зимой здесь можно проводить хоккейные соревнования. От первенства района и города до всероссийского турнира клуба «Золотая шайба». А чтобы родители не волновались за здоровье детей во время тренировок и состязаний, «Спортобъект» проверила комиссия областного Минспорта. Впечатления положительные. Искусственный газон, борта, ворота и фонари соответствуют всем стандартам и нормам. Эти площадки устраиваются уже 7 лет, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть ни одна площадка, чтобы она безвозвратно была потеряна, такого еще нет. Удобно здесь, красиво, как детям комфортно здесь. Я надеюсь, благоустройство скоро закончится. Площадка станет местом притяжения физической культуры, спорта всего близлежащего района. В этом году 23 спортивные площадки появились не только в Самаре, но и в других городах и селах губернии. И все они разноплановые, с учетом пожеланий людей. Футбольные, хоккейные, баскетбольные или волейбольные. Или как в 124-й школе – универсальные. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.